хай-течная индустрия наша она очень молода более того в силу естественных причин и руководителями владельцами становятся представители этой же индустрии причем будучи в очень молодом возрасте в результате чего мы наблюдаем то что сейчас допустим в контакте да там за последний буквально месяц до умудрился поссориться с индустрии ну допустим с мм щиков дает известный скандал на рифе понятно что индустрии это запомнило то есть когда унижают одного это не значит что радует других да это значит что с тобой поступят точно так же яндекс мог бы наверно очень много рассказать про оптимизаторов да но старается регулировать с ними отношения неким иным способом иначе как публичный скандал идет прям вот потоком до сперва мы видим историю с федором верином на рифе некрасивую потом мы видим историю с ведомостями потом мы видим историю с 9 мая потом мы видим историю с разбрасыванием денег выглядит нехорошо потому что в контакте ведет себя как доминантный самец ну давайте назовем что именами да давайте сейчас при всех поиме уверенно да и вы мне слова не скажете ведь никто слова не сказал то же самое произошло с ведомостями то же самое произошло но вот на на случай выбрасывания денег уже началось шевеление то есть понятно что с одной стороны говорят что любой пиар лучше некролога сознательно портить отношения с индустрией мне кажется что это не очень хорошо и соответственно из этого проистекает что не всякий наверно руководитель особенно в интернете имеет смысл заниматься публичностью то есть либо надо все-таки нанимать пиарщиков которые за тебя будут писать тексты либо стараться сдерживаться очень важный вопрос вот айпи у фейсбука да он отчасти заключается в том могут ли социальные сети монетизировать ну например если завтра фейсбук будет стоить 10 миллиардов ну например писаем себе что совершится самый плохой прогноз ну и если посчитать там как тут стоимость фейсбука гугла ну допустим объективным путем 10 12 миллиардов вполне себе цена для компании понять очень резко меняется оценка наших институтов резко резко меняется причем яндекс это не касается mail.ru как такового вообще это не касается но сколько будет стоить вконтакте сколько вы стоите одноклассники это очень любопытный вопрос возможно те события которые сейчас вот мы происходим и кажется это том что все нервничают потому что и в индустрии тоже идет нервный поток потому что мы с вами понимаем что развитие социальных сетей это не вот яндекс сервис mail сервис google сервис сами сети мода мода переменчиво если завтра пойдет этот процесс также как фейсбук пришел на смену myspace вообще весьма легко себе представить как люди из вконтакте потянутся например facebook вряд ли в одноклассники может быть в одноклассники но мы с вами точно знаем одно что социальные сети живут по принципу горца вы понимаете в живых должен остаться один никаких переговоров никаких договоренностей это классический млм я должен за собой притащить это классический мавроди яду я темник тысячник это все строится на тщеславе и аудитория в интернете для наших сетей заканчивается я думаю что этот год будет последним когда у нас был парадокс когда росли все сразу фейсбук одноклассники google плюс у нас растет google плюс фейсбук они все растут а я понимаю что у нас популяция специфичная мы любим читать у нас ли человек может одновременно на ноутбуке на на айфончике еще завести себе android да и все там одновременно тапкаться но есть какой-то предел и вот самое интересное начнется в тот момент когда кто-то покатится с горы сейчас мы все шли на ярмарку мы все продавали друг другу мы показывали друг другу факел а это все было очень мило и здорово смотрелось потому что пока они росли можно все вы понимаете прекрасно что как только появится первый отчет тнс о том что аудитория неназванные социальной сети начинает падать но вы себе представьте заголовки наконец-то а победил б наконец-то и так далее тому подобное поэтому здесь сейчас ситуация вообще очень такая я меня на мой взглядом слабо драматическая да то есть после этого лета по осени да то есть мы но там есть разные варианты возможно следующий год на например думаю что по этой осени да мы увидим первую жертву которая либо после осени не восстановится по для прежних объемов да либо начнет там снижение возможно все с этим связана нервозность всех сторон да мы с вами видим как совершенно для неподготовленного человека непонятная история что делает усманов он мирит гришина и дорого люди которые ничего не понимают а что происходит а им нужно каким-то образом все-таки договариваться потому что история все понимают да что с каждым упоминанием слова facebook в телевизоре в каждом с каждым упоминанием facebook в телевизоре неважно каким негативным большим с точки зрения технология он безусловно является доминантом да и он приходит сюда и он отъедает с каждым днем дольку у кого-то и не факт что есть такой термин поле боя занимает мародер и войне одноклассников и вконтакте в конечном итоге может оказаться совсем неожиданный победитель которого сейчас по крайней мере не